Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся решать уравнение при помощи пропорции, при помощи свойства пропорции, скажем так. Итак, х поделить на 1 третью равно 3 четвертых поделить на 1 вторую. Какое свойство пропорции мы знаем? Произведение крайних равно произведению средних. Итак, х умножить на 1 вторую, потому что произведение крайних равно 1 третья умножить на 3 четвертых. Ну, теперь мы с вами видим, что с этой стороны можно очень хорошо сократить дроби. Так, троечки можем сократить. Получим, х умножить на 1 вторую равно, осталось у нас с вами 1 четвертая. Значит, для того, чтобы решить это уравнение, надо найти неизвестный множитель, то есть, 1 четвертую поделить на 1 вторую. Х равен 1 четвертая поделить на 1 вторую. При делении первая дробь без изменения, вторая переворачивается. Итак, х равняется 1 четвертая умножить на 2 первых. 4 делится на 2, тут 1, тут 2. А сюда получаем, что х равняется 1х1, 1, 2х1, 2. 1 вторая. Ну, давайте мы с вами рассмотрим еще одно уравнение, более сложное. Значит, 1 целая, 1 вторая. Поделить на х равняется 4,3 четвертых. Поделить на 2,3 восьмых. Итак, свойства то же самое. Произведение средних равно произведению крайних. Поскольку х у нас находится посредине, то мы с вами сначала умножаем средние части. х умножить на 4,3 четвертых равно. Когда вы умножаете крайние, мы должны с вами сразу перевести в неправильную дробь. Итак, для того, чтобы перевести в неправильную дробь, надо 1 умножить на 2, это 2, и прибавить 1, это 3 вторых. Умножить. Переводим второе число в неправильную дробь. 2 умножить на 8, это 16, и прибавить 3, это 19 восьмых. Далее, мы переписываем эту часть. 4,3 четвертых тоже переводим в неправильную дробь. 4 умножить на 4, это 16, и прибавить 3, это 19 четвертых. Далее, поскольку у нас с вами ничего здесь не сокращается, мы можем так и записать. 3 умножить на 19, а внизу 2 умножить на 8. Конечно, можно и посчитать, но мне не хочется производить лишние действия, я оставлю так. Действие умножения. Значит, х равен, то, что стояло, то и стоит, 3 умножить на 19, внизу 2 умножить на 8, и поделить на 19 четвертых. Отсюда х равен. Первая дробь без изменения, вторую мы переворачиваем. Итак, 3 умножить на 19, внизу 2 умножить на 8, продлеваем дробную черту, и переворачиваем 4 девятнадцатых. Вот теперь вы, наверное, увидели, почему я не перемножала. 3 на 19, потому что 19 можно спокойно сократить. 8 делится на 4, тут 1, тут 2, и получаем, что х равен 3 умножить на 1, это 3, 2 умножить на 2, это 4. 3 четвертых. Спасибо за внимание.